Дорохлебов говорит еще, что женщина в течение дня должна какое-то нереальное число раз менять украшение, одежду. Как ей успеть еще эти требования, около сотни, выполнять? Ну, начну с того, что наши предки, одежда наших предков, украшение имела магическое значение. То есть женщина одеждой и украшениями делала работу в течение дня. То есть и в одежде, и в украшениях были закреплены некоторые структуры тонкого плана, которые делали работу. То есть это не тряпки и не побрякушки, которые на ней болтались, это рабочие инструменты женщины. Это как вы идете за водой, вы же берете ведро, вы же воду в руках не принесете или в решете. Точно так же, если, допустим, в доме гости женщина выходит, одевает соответствующий костюм для того, чтобы для гостя на тонком плане сделать некую работу. Например, ехал мимо какой-то купец, вот он устал, и нужно реконструировать его структуры, чтобы он дальше поехал делать свои купеческие дела в адекватном состоянии. Допустим, у него была сложная сделка, и его структуры немного поломали в процессе переговоров, так скажем. А его жена находится за тысячи километров. И вот он заехал к своему знакомому в поселение, и у него есть жена. Вот жена одевает соответствующую одежду, одевает соответствующие украшения. И с помощью этой одежды и украшений делается для этого человека определенная работа. То есть купец уснул, и утром проснулся полностью здоровый. То есть это как нитка с иголкой, как поварешка с кастрюлей, как ведро с... Не знаю, что еще придумать, чтобы вам описать ситуацию. Григорий, как же все успевать, еще успевать переодеваться? Давайте я расскажу на очень простых примерах. Вы смотрите, вы работаете у себя на работе. Если вы работаете, предположим, на заводе на каком-то, у вас есть одежда, в которой вы работаете. И вы не будете в домашней одежде в этом работать. И вы прекрасно понимаете, что нужно переодеваться. Вы идете в город, вы переодеваетесь в другую одежду, в которой вы будете ходить по городу. И вы прекрасно понимаете, что в заводской одежде, там, фартуках, все, каких-нибудь там, халатах специальных, по городу ходить не будете. Вы приходите домой, вы понимаете, что в городской одежде дома тоже ходить нельзя, в этом не смысл. Грязь прилипает, энергетика. После того, как вы это сделали, вы идете в гости, вы не пойдете в той же одежде, в которой даже, может быть, вы гуляете. Если только вы не гуляете в очень хорошей одежде. Если вы пошли, предположим, на пробежку, вы не будете пробегать ни в той одежде, в которой вы не работаете на заводе, ни в той, в которой вы гуляете, ни в той, в которой вы ходите дома. Вы прекрасно понимаете, что нужно поменять. Положите спать, вы одеваете еще одну одежду, и вы понимаете, что все вышеперечислено, для этого не годится. И вы, если будете этим заниматься, вы по умолчанию будете менять. Когда я это успеваю делать? Вы идете спать ложиться, вы же успеваете надеть ночную одежду, поменяв в той, что вы обычно ходите. Находится же для этого время, находится. Не так уж этого много. Когда происходят какие-то события важные в вашей жизни, они должны соответствовать той одежде. Одежда не только в техническом смысле слова является механизмом, позволяющим реализовать эту задачу, но она является еще на всех остальных уровнях механизмом, позволяющим вам реализоваться, не потеряв каких-либо ресурсов. Также, например, люди идут в армию, на войну, у них определенная одежда, и она еще будет отличаться от всей остальной, про которую мы говорили. Если, например, одевать солдат в ту одежду, в которую они ходят в обычное время, то будут проблемы определенные. Потому что даже та одежда, которая уходит в город, не предназначена для того, чтобы сидеть в окопах целыми днями, неделями, годами. То есть, соответственно, если вы еще работаете в какой-то особой области, вот я работал в свое время на заводе, производящем промышленную электронику. Там была специальная одежда, в которой снималась еще статика, потому что это было вредно для электронных плат. То есть, еще одна, получается, одежда, которая специфическая. В течение дня, соответственно, человек может менять одежду. Что касается, например, славяно-арийской традиции, в свое время мы приходили, скажем так, на что-то типа лекции человеку, который исследовал именно славяно-арийскую одежду традиционную. Он рассказывал, что у среднего нормального крестьянина, коих до революции было 5 миллионов семей, а в семье было по 5 минимум человек. То есть, 25 миллионов человек, у каждого члена семьи было около 30 видов одежды. То есть, это не считалось богатством, это считалось нормой. Соответственно, у детей было поменьше маленьких, они вырастали, у них тоже становилось. То есть, 30 видов одежды. Были сундуки, куда это складывалось. Соответственно, качественные были сундуки. И это, в общем-то, не было богатства. То есть, 30 видов одежды, вы понимаете, что это жил человек, то есть, у него было хозяйство. Хозяйство было большое, то есть, работы было много. Много было мероприятий, многие из которых сейчас не проводятся. Вот, например, вы приходите в храм, да, то есть, вы не можете по большому счету в храме прийти. Я имею в виду не христианский храм, а настоящий храм. Вы приходите, то есть, это место, где происходят определенные ритуалы, которые, скажем так, вас очищают, заряжают, возвышают. То есть, одежда должна соответствовать этому по многих планам, в том числе на энергетическом. То есть, одежда должна помогать этому процессу. То есть, вы в храм должны прийти в специальной одежде. То есть, если вы нормально живете, если ваши ресурсы кто-то не ворует, ресурсы вашего государства, ресурсы вашей семьи, то у вас деньги на эту одежду есть. То есть, переодеться, на самом деле, для человека, ну сколько это, ну, для мужчины побыстрее, для женщины может показывать все пять минут. Но если вы не переоделись, вы потеряли ресурсы. Вас же не требует от вас каждые пять минут что-то менять. Но вот когда меняется ситуация, и вы меняете одежду соответствующую, вы экономите ресурсы определенные. Если вы их не сэкономите, у вас жизни чего-то будет не хватать. Поэтому нужно к этому просто подходить правильно и понимать, что за этим стоит. Разумеется, мы совмещаем желаемое с возможным. Поэтому нет у вас возможности 30 видов одежды. Вы должны более грубо, скажем так, разделить одежду по категориям максимально. Может, у вас их будет не 30, может, у вас их будет там 5-7, например. Ну, соответственно, если вы это не разделяете, на это вы будете тратить свои ресурсы. Не так уж долго переодеться, на самом деле. Может быть, сложнее это с собой иногда перенести, если куда-то носить надо. Либо сложнее это все приобрести, сколько это стоит определенных денег. Сам процесс переодевания, он будет не самым сложным. Хотите освободить в вашей жизни часть ресурса? Это можно сделать за счет одежды. То есть в этом плане нужно, говорится, собраться и учиться более эффективно, более, как сказать, оптимизировать этот процесс. Оптимизируйте, у вас высвободится свободная энергия. Не сумейте оптимизировать, будете жить в том режиме, в котором вы жили. Все вещи не случайны. И не случайно, как вы понимаете, есть такое правило по смене одежды. Субтитры подогнал «Симон»